добрый день друзья добрый день все подписчики спортсмены и все кто смотрит наш канал ждет наших видео сегодня у нас будет немножко необычный выпуск и посвятить я его хочу теме по большей части о фпп общей физической подготовки как вы помните в железном мире за 2008 год была опубликована статья за авторством известного спортсмена заслуженного мастера спорта неоднократного чемпиона россии и европы и мира ивана матюшенко которая называлась строим базы в частности в статье говорится подготовка армрессеров длится довольно долго и представляет собой систему включающую несколько этапов предварительной подготовки начальная спортивная специализация углубленная специализация спортивного совершенствования и долголетия и далее иван говорит о том что перед периодом спортивной специализации спортсмену необходимо пройти это предварительной подготовке проще говоря заняться офф по то есть построить базу к этому же мнению склоняюсь и я и я писал об этом своей статье для сайта федерации армрессинга россии статья это было давно не помню в каком году если найду ее то дам ссылочку на эту статью в описании видео но к такому же мнению склоняются не все специалисты и многие утверждают что подготовительный период не нужен и можно сразу переходить к сфп специальной физической подготовки собственно хотелось бы услышать мнение нескольких специалистов людей к мнению которых я всегда прислушивалась несмотря на то что это мнение может отличаться от моего собственного и первый кому я хочу обратиться это андрей антонов известный специалист в области физической культуры и спорта также является заслуженным мастером спорта одним из немногих людей который выигрывал у легендарного джона брызенко победителем и призером многих и многих соревнований по армрессингу и так андрей тебе слово дать однозначный ответ на этот вопрос невозможно в принципе дело в том что о фп определяется как система физических упражнений направленных на гармоничное развитие всех физических качеств и упражнения о фп должны представлять другой вид физической нагрузки не свойственной спортивной специализации это определение лишено полностью биологического смысла это исключительно педагогическое определение а вы своей лаборатории спортивной адаптологии давно уже отказались от педагогических терминов и тренировки определяем с точки зрения их биологической целесообразности что представляет собой о фп вот советской системе физического воспитания это всевозможные игры это бег это выполнение различных упражнений не имеющих ничего общего с конкретным видом спорта в котором специализируется атлет в принципе о фп особо внедрилась это в 50-е годы прошлого века тогда существовала идея что спортсмен должен быть гармонично развитым что должны быть такие атлеты которые и быстро бегают и подымают огромные веса и при этом не устают при выполнении физических упражнений все это пошло от сравнения спортсменов с новичками с людьми которые никогда спортом не занимались естественное дело люди занимающиеся физическим развитием опережали по всем видам деятельности своих нетренированных людей но только стоит сравнить спортсменов двух направлений понятно становится что штангисты будут всегда сильнее чем бегуны на длинные дистанции и в свою очередь никогда не смогут им противостоять в кроссовом беге это логично и просто законы физики профессор сергей константинович сарсане давал мне как-то интервью и сетовал что в 50-е годы в конце 50-х а он занимался легкой атлетикой специализировался в беге на 400 и 800 метров был чемпионом института так вот тогда насиль в насильственном порядке бегунов заставляли участвовать в соревнованиях по многоборью где помимо бега входил еще прыжки с места подтягивания и толчки штанги давал ли это какое-то преимущество такая система развития для бегунов да конечно нет для того чтобы толкать штангу и подтягиваться необходимо нарастить мышечную массу на верхней части туловища мышцы которые не задействованы в целевом упражнении и потом выступая на своей дистанции бегуны должны были эти несколько лишних килограмм тащить на себе что вело неминуемо ухудшению результата в 70-е годы к нам в москву приезжали на сборы кубинские легкоатлеты это была подготовка к московской олимпиаде с наиболее известной из них был сильвио леонард который в москве занял второе место в беге на 100 метров так вот легкой атлетики того времени была статья наши спортсмены были просто поражены насколько слабое у фп было у их кубинских коллег никто не умел из них подтягиваться кто-то с трудом отжимался на брусьях но при этом в беговых тестах они просто сто очков нам давали в легкую выигрывали и уже это показывало что гармонизация развития на спорте высших достижений это абсолютно направление в никуда который никогда не даст никакого результата если мы посмотрим какое основное средство фп во всех видах спорта то это безусловно бег его позиционируют как средство развития общей выносливости но дело в том что никакой общей выносливости у нас в организме не существует у нас есть локальная выносливость отдельных мышечных групп которая зависит от количества митохондрий в этих группах это многократно было показано в тестах которые мы проводили своей лаборатории примеру бег что он дает он дает развитие митохондрий в мышцы задней поверхности бедра и в икроножные мышцы основные мышцы бегуна и это выносливость никоим образом не переносится на руки бегуны мастера спорта международного класса которые показывали высочайшие показатели в беге по дорожке на тридбане на тридбане если мы их пересаживали на ручной эргометр где им приходилось тестироваться выполняя вращательные движения руками круча педали они показывали результаты которые легко перекрывали перворазрядники и лыжники или грибцы у лыжников например у них были более менее гармонично развитые поэтому аэробные показатели рук были примерно в три раза хуже чем аэробные показатели ног а вот например грибцы байдарочники имели на руках и уровень аэробного порога и анаэробного порога гораздо выше чем на ногах то есть они не могли бежать кросс они задыхались но при этом могли часами спокойно грести себе и не чувствовать никакой усталости нету переноса выносливости мало того что нет переноса выносливости с ног на руки нет переноса выносливости даже в пределах мышц одной конечности бегуны всегда показывают плохие результаты на велой эргометре а велосипедисты плохо бегут потому что у бегунов основная мышечная группа как я сказал задние поверхности бедра и икра нужная а велосипедистов четырехглавая мышца бедра если мы сравним конькобежный велосипедный спорт где основная нагрузка ложится на четырехглавую мышцу бедра то там мы увидим действительно очень четкий перенос есть ряд спортсменов успешно выступавших на высшем международном уровне зимой на в конькобежном спорте а летом велосипедном спорте у нас в советском союзе такой был гришин трехкратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту и при этом один из лучших советских гонщиков есть еще ряд спортсменов на память просто не могу назвать их фамилии но можно погуглить и найти поэтому бег для велосипедистов это абсолютно бестолковая трата времени то же самое как и велосипед для бегунов тренировки должны иметь четкий биологический смысл и приводить к структурным изменениям в мышечной ткани если мы хотим увеличить силу нам нужно увеличивать в мышечных волокнах количество миофибрил это сократительные элементы мышечных клеток если мы хотим увеличить выносливость нам нужно увеличивать количество митохондрий какими средствами мы будем это делать уже играет второе значение отнюдь неважное дело в том что в уфп как я сказал смысл этого понятия очень размы размыт могут встречаться как упражнения абсолютно ненужные армирстерам тот же самый бег но так и упражнения которые нагружают необходимые мышечные группы но в режиме работы не специфичным для борьбы на руках к примеру если мы разберем атакующее движение в армрестлинге то основные мышечные группы это мышцы пронаторы плеча причем работают они в статическом напряжении они жестко удерживают руку по отношению к корпусу и наклоняя корпус я буду валить своего соперника если у меня мышцы пронаторы недостаточно сильны то моя рука будет супинироваться соперник будет ее выбивать мне придется подать вперед корпус и уже удерживать его мышцами сгибателями предплечья помимо того что буду включать супинаторы поэтому в защитной фазе больше нагрузка ложится вот именно на сгибатели предплечья так вот вернемся к пронации пронацию плеча осуществляет 6 мышц самые крупные из них это большая грудная мышца и широчайшая мышца плечи спины так вот если мы увеличиваем количествами фибрил в этих мышцах специализированными силовыми тренировками то сама пронация плеча будет тоже сильнее например мы делаем жим лежа и подтягивания с отягощением работаем по силовой программе которая будет приводить к тому что у нас будет гипертрофироваться мышечные волокна этих мышечных групп будет расти их сила по и будут увеличиваться сила нужного нам специфического движения то есть мы используем жим и подтягивания совсем не для того чтобы что это дает нам какую-то гармонизацию или что это дает нам это вот мифическое о фп или базу мы список используем эти средства с целью увеличения белкового матрикса нужных нам мышечных групп которые потом помогут достижение результата в борьбе на руках точно так же мы можем прорабатывать мышцы сгибателей плеча мышцы пронаторы предплечья или сгибатели кисти потому что если мы будем использовать только средства спортивной физической подготовки специальной то есть например работу на блоки или спарринги мы не сможем в должной мере нагрузить все мышцы задействованы в движении какие-то мышцы будут включаться больше какие-то будут включаться меньше и поэтому создать гипертрофию специальными упражнениями проблематично гораздо проще разделить на отдельные изолированные упражнения и этими изолированными упражнениями увеличить количество миофибрил в данной мышце теперь если мы поговорим о подготовке начинающих арместеров мое твердое убеждение что на первом этапе тренировок в борьбе на руках нужно заниматься укреплением соединительной ткани то есть сухожильной ткани прочность сухожилий это тот фактор который очень здорово лимитирует рост спортивных результатов нагрузка не специфичная для сухожилий требует специальной подготовки для того чтобы укрепить сухожилия мы должны обеспечить синтез сухожилия холостина и коллагена двух основных элементов соединительной ткани так вот синтез этих белков осуществляется с помощью гормона роста этот гормон обладает наибольшим воздействием на эти структуры и того у нас вырисовывается следующая модель тренировки я должен сначала сделать какое-то упражнение которое обеспечивало максимальный выброс в кровь гормона роста а гормон усваивается из кровотока активной ткани то есть после этого я должен сделать объемную работу с низкой интенсивностью на целевые мышечные группы тогда из кровотока гормон будет усваиваться в мышцы сухожилие которым они прилегают и сухожилие будет расти и укрепляться наши данные показали что максимальная секреция гормона роста происходит при выполнении приседаний в стато динамическом режиме можно без отягощения то есть спортсмен должен в положении полуприседа и двигаться по короткой амплитуде не расслабляя мышцы амплитуда не больше 10 сантиметров до ярко выраженного жжения в мышцах бедра и это жжение надо терпеть 10-15 секунд но при этом не должно быть отказа тогда мы достигаем максимальной секреции гормона роста и поэтому работы с начинающими спортсменами я первые полгода это не у них основная тренировка которая должна начинаться с приседаний приседания должны быть обязательно в начале тренировки а потом упражнения должны быть объемные на мышцы и сухожилия чтобы укреплять данные структуры и в данном случае приседания мы тоже не рассматриваем как средство в общей физической подготовки хотя специально она как никак не относится мы делаем приседания скажем с целью того чтобы выполнить четко поставленную биологическую задачу а именно выбросить в кровь наибольшее количество гормона роста который потом загоняем в целевые мышечные группы то есть наши тренировки должны обладать только биологической целесообразностью брать упражнения применять в тренинге или не брать мы должны рассматривать из этих показателей если мы должны знать биологический ответ на каждое упражнение которое мы делаем спортивная тренировка должна иметь четкое биологическое основание каждое упражнение которое мы делаем должна решать поставленную задачу будь то то укрепление сухожилий будь то увеличение количества миофибрил будь то увеличение количества митохондрий и так далее таких размытых понятий как уфп упражнения которые не будут воздействовать на нужные нам мощные группы в тренировке надо избегать мы должны очень экономно и грамотно использовать тренировочное время итак друзья вы просмотрели мнение и прослушали андрея антонова и я сам посмотрел с огромным неискрываемым удовольствием очень четко очень обоснованно аргументированная и хорошая позиция сейчас прозвучала вот но тем не менее как неоднократно я говорил я всегда выступаю за плюрализм мнений свое мнение я тоже обязательно озвучил запишу для вас видеоролик а пока я бы хотел услышать мнение по данному вопросу по вопросу целесообразности общей физической подготовки так называемой на начальном этапе тренировки армрестлера от двух людей к мнению которых как я уже говорил выше я прислушивалась мнению которых я доверяю так же как и мнению андрея антонова это илья изман и дмитрий головинский попрошу вот прямо сейчас на видео этих ребят записать видеоролики со своим мнением уточню и акцентирую что я прошу сделать не комментарии слов андрея антонова а именно ваше мнение о проблеме о фпп на начальном этапе подготовки рукоборцев армрестлеров всем удачи всем добра удачных тренировок